ребят всем привет я с украины у нас сегодня очень плохая погода воздушно улице мерзкая погода в общем расскажу о сегодняшних планах я собрался ехать сейчас книги потому что нужно ее обязательно увидеть как-то она на меня сильно обижается она не знает что я приеду только проснулся вот это думал надо соскочить и сразу быстренько ехать к ней дорога будет дальняя потому что она живет от меня далековато вообще совсем через два города надо ехать в общем сейчас заправляюсь бензином я буду ехать к ней что надо что-то купить потому что я по-любому должен ее видеть нехорошо когда она там я здесь да сейчас так приходится к сожалению в общем сейчас увидим ее уже сейчас пойду что-то не куплю надо что-то привезти и даже не знаю чего в общем она уже какие-то покупки говорит делает там для ребенка не знаю сосочки фигасочки какие-то там какие-то шмоточки одежды в общем сейчас поедем посмотрим к ней она повторюсь не знает вообще ни о чем что я приеду сейчас к ней в общем это будет какой-то сюрприз посмотрим как всегда она не поверит что я приехал ну что поехали все отдел черную кофточку ребят и еду еду на свидание честно до шанелью попшикаться дождь дождь вообще вот такая у нас погода сейчас копая сейчас вам покажу не нельзя конечно суп камера мочилась очень едем для сладости сейчас вам покажу уже в машине еще заеду магазин что-то куплю ребят город пустой все ходят зонтиками надо было наверно тоже брать зонт и зонтиками уже идти и погода дерьмовая классно фильмы смотреть сейчас мне ехать очень долго целый час наверно ехать в одну сторону прикиньте мандарины такие и несколько он не будет а может это какую-то сладостик я хочу розмотать Вот так. Сделать. Ох-х-х-х. И... Ну, не знаю. Наверное, такое возьму. Пусть кушает. Всё. И водички какой-то. Ну, не знаю. Такой ананас. Всё. Купил. Сейчас вам покажу. Или когда Ника уже будет разбирать, видит какие сладости вкусные, ребят. Стоит машинка. Красавица. Ой. Ой, блин. Даже за свой пакет. Всё вот так вот. Оставлю. Купил её любимые сладости. Ух! Два пакетика. Будет... Боже мой. Пирог. Ой, пирог. Тортик. Ну, как-то не рассыпался. Всё так вот положим. Здесь пусть лежит. И будем, ребят, вперёд ехать. Вот это погодка. Вот это у нас погодка. Машин масса. Стать негде. Чудом повезло, что я подождал и подъехал. В общем, вот так. Выставил на круиз-контроль, ребят. Вообще, на педаль не жму. Машина сама себе едет. Задал скорость ней. 120 километров и всё. И пошёл. Вот такая у нас дорожка сейчас. Вообще, удобно очень круиз-контроль. Здесь вот есть кнопки. Опа. Сразу вибрирует выход с полосы. Ох. Ничего себе. Вот так и едем в такую погодку. Но есть свой прикол. И по вопросу тому, который мне задавали. Ну как, насобирал ли я денег на автомобиль? Для военных ребят на передовую. Да, ребят. Мы смогли насобирать эту сумму. Мы уже купили машину, купили джип. Купили его в Финляндии. Он сегодня должен... Выходить или сегодня, или завтра его заберут. Перегонят его сюда, в Украину. И я поеду за ним. За этой машиной мы с Виталиком поедем за ней. Хотел сказать огромное всем спасибо. Но скажу тогда, когда мы уже машину заберём. Я всех поблагодарю. Тех, кто принимал в этом участие. На самом деле, мне удалось собрать эту сумму. Как ни странно, было очень медленно. Но все те, кому не безразлично. Те, кто понимал, что сейчас у нас в стране. Те сделали правильный выбор и помогли нашим военным. Мы для них купили автомобиль, который им важно. Он очень важен в обеспечении их. Потому что он спасает их жизни. А также спасает и наши жизни, ребят. Вы представляете, аж в Финляндии мы купили машину. Ну, вот так вот. Все-таки все получилось. Наш город, наши смеляне смогли это сделать. Ну, те, которые в действительности желали помощи. Те, в действительности, которые люди помогли. Я никогда не забуду этих людей. Я видел и знаю, кто помог. Кто сбросился. Солдаты так же само будут знать, кто это. Все скрины у меня есть. А те, кто просто проигнорировал и... Считаю, что их жопа в тепле. Их это не касается, но... Это на их не совести. Знаю каждого, кто смотрел сторисы, кто смотрел посты. Кто игнорировал. В общем, вот так, ребят. Только одна сплоченная семья, понимающая, что есть беда. Ее нужно решать. Вот такие вот люди и откликнулись. Которые не похуисты. Все, я подъехал. Подъехал к ней, ребятам. Сейчас буду ей звонить. Сейчас ее наберу. Он даже не нагадует. Он даже не нагадует. Ваш выклык. Пора адресовывать. Ребят, не берет трубку. Ребят, прикиньте, приехал. Он не берет трубку. Я охренею. Я у нее ни разу дома не был. Я даже не знаю, где она живет, честно говоря. Вообще, ни подъезда, ни номера квартиру. Я так и не знаю. Никогда еще у нее не было. Вот это она. Приехал целый час. Больше часа ехал? Час тридцать. Час... Блин, даже не знаю. Час двадцать семь, по-моему. Я даже где-то ехал. Ой, блин. Вот так вот. Я не знаю. Сейчас буду писать. Ника пишет, нет настроения. В смысле нет настроения? Я же тебе звоню. Чего ты не можешь взять трубку? Сложная или что? Ничего не отвечает. Она на меня обиделась. Чего ты хочешь мне сказать позитивно? Чего-то вообще звоню тебе узнать как ты и как состояние твое и ребенка и вообще. Желаю лучше. Угу. Завтра узнаю. А ты в больницу идешь завтра? Иду. А что делаешь вообще? Чем занимаешься сейчас? Дивюсь вещи. Поробираю. Кому? Себе или ребенку? Себе. А тебя что, ложат в больницу? Ну не знаю. Завтра узнаю, скажу. А если анализы надо сдать. Понял. Да как же это? Выходи, я к тебе приехал. Куда? К подъезду. К подъезду твоему приехал. Чтоб что? Ну тебя увидеть. Угу. Ты сказал, что нельзя ездить тебе на машине. Угу. А можно, а что нельзя? Ежу на машине. Угу. Ну приехал же, что видишь. Не вижу. Выходи давай, я тебя жду. Давай. Угу. Угу. Расстроенная вся, ребята. Не поверил. Я думал, не поверишь, что я приехал. Расстроена. Обижается на меня, что она типа здесь находится с родителями, а я там. Мы живем раздельно, типа это не нормально. И на вот этом вот, как бы, этапе все у нас не очень хорошо, ребят. Я вам скажу. Не знаю, как оно вообще будет дальше. Ну, так получается, что мы просто живем в разных городах. И вообще, и мы живем не вместе. Она живет с родителями, а я, получается, живу сам. Поэтому вот Ника сильно обижается по этому поводу. Ну, возможно, она и права. Интересно, как думаете вы. Ой. О, я сейчас вспомнил, ребят. Попрошу ей, чтобы она показала вещи, которые она купила ребенку. Мне интересно, какие шмотки она тут... Убываюсь. Слушай, ты можешь взять вот эти вещички, которые показать, которые ты малому купила? Ну, я бы живую. Живую посадку. Ага, спасибо. Окей. Уже пришло. Здравствуйте. Привет. Вы меня не обнимете? Да. Ты садись в машину. Нет, почему нет. Давай, садись, садись. Сейчас посмотри, садись. Можешь присесть в машину? Садись в машину. Пипец. Мне в шоке не ожидал, что она с этой стороны взлетит. Что ты такая расстроенная? Плохо себя чувствую. Плохо чувствуешь? Какие ресницы красивые. Ну, вообще-то злые. Что? Плакала? Надо мыть. Плакала? Ого, сколько всего. Сейчас посмотрим. У меня было времени, конечно, красиво склодили. Ну, это было тут. Ну. Пусть ложки туда. А я взяла тортик. Ну, я вовремя взял? Угу. Да? Ну, большой, извини, не брал, но... Угу. А это ж твои ельки. Ну, я тебе свои, да, принес. А этот ты брал? Тут же еще один пакет. А этот ты брал? Угу. Угу. Ты купил машину? Там, где я взял, там уже нету, поверь. Угу. 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 Ну, не знаю, может, такие палочки любишь. Угу, ну, доброе. Вообще-то такие конфеты надо сверху положить, потому что у меня будет то, что в меня случилось. Спасибо. Угу. Угу. Тортик тебе как раз в тему будет. У меня как раз закончилась шоколадка. Да? Представляешь? Угу, закончилась конфета, и она закончится запасным. А что, там корона есть? Да. Да, есть шоколадная? А, ну все. Угу. 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 Я знал, что тебе червяки зайдут, блин. Ты же грибишь, да, Эти? Они любим фиолетовый чукачок. А что, разве фиолетовый любимый? Что-то тебе казалось, что самый добрый фиолетовый и зеленый. Красненький, банансенький. Я только большой взял. Нормально? Не в порядке ли была вода так? Не, ну ты же хотела воды. Спасибо. Мандарины там, ой, мандарины, да, бананы взял. Довольны? Зарматится прям вообще высшим степень. Да? Ну я так не знал, я в последнюю очередь взял. Ого. Ого. Ну что это, что такое длинное все? Так они же быстро растут вообще-то. Ты знаешь, где-то быстро растут? Не, ну я понимаю, но ночью же... Сладой, красивый, пипец. Это шерсть собачья. А что тут собачья сейчас взял? Она же собака дома, она вся в шерсти. Одна собака? Да. Да. Породистая барняга? Не, обычно. И вон на войне и шерсть с горгом и в полотаницах. В общем уходят. Слушай, пипец нельзя, чтобы на детюшку попало. Ну нормально, смотри. Ну мне мама сказала, что где-то быстро растут. Ну то это правда, да, это правда. Она сказала, что винтики парни два месяца маленькие, а потом же... Да, они очень быстро набирают. Ты моя шапка любимая. Класс! О, да. Офигенная шапка? Да, шапка бомбовая вообще. Самая любимая шапка. Ну что себе такая, слушай, интересная. Интересная? Угу. Ну да, она как раз так на ребенка и есть. Живей медику. Живей медику. В зодочке. Там можно пить шапку. Класс! А, ну да, да. Ну как раз... Ты можешь пить шапочку. Ну получается целый... Комплектик. Да, да, целый. Шерсть собачья, чернушки. Мама, что ты будешь делать? Тебе надо как-то в кулечек это все складывать. А я шукаю... Или собака на нем лежит? Нет, ты в шкафу лежит. Как же собака на нем лежит? Нет, я шукаю отдельно. Те детки маленькие, они царапают себе лицо. Первые два месяца. Они, короче, руками махают, царапают себе лицо. Я вообще сначала думала, что это носочка. Но я на образованных, а на детей еще не было. Не, на матуре пока. А на маникюр что-то сделала? Беленький. Ну нормальный, красивый. Красивенький? Угу. На длинные ногти. Угу. Нормальный, как раз красивый. Мне тоже нравится рот. Ээээ... Болочок. Голубенький. Вся голубая. Пацаны вообще. Красивенький? Да. Мммммм, даже представляете, он будет красивый. Короче, у тебя режим МАМ и все, да? Конечно, у меня уже все, я про свои смотри забыла уже. Да? Уже себе не хочешь, да, ничего покупать? Не, ну як, так прям особо не хочется. Красненький, голубенький полосочку. Потом, о, цей мне нравится, это прям вообще нелюбимый. Дай, давай. О, да, этот интересный, мне тоже нравится. Такой, самый позитивненький, да? Ну, обычно, если честно, она девочек вся, ну там такая прям вся розовая всякая такая, ну, а цей прям... О, прикольный, мне тоже нравится. Ну, они тоже. Такая маленькая. А ты, кстати, это стирала все? Конечно. И вы же, да, ну да. Конечно, везде наружка вся, класс. После магазина, да, сразу надо выстирывать, да? Ну, конечно, ты ж не знаешь, да, она там валялась в пылюке, в грязи. Класс? Да, прикольный. Дома. Ну, ца такая, ца здесь там на улице, а ца дома. Угу. В косточке. Сейчас панды тоже прикольные. Какие-то тебе больше нравятся, ну, мне, ну, не знаю. Маме больше понравился отца, а мне больше нравится с пандой. Ну, панда тоже прикольная, я не знаю, какой вышел. Ну, я хотела белый, но белый слюнявчик, это, конечно, горячка. Пацанул, блин. И, дивись. Нормально будет. И, дивись. Класс. Тапки будут у него. Ты представляешь, что такая нога в козь будет. Вот эта ножичка маленькая, прикинь. Выставляешь? Как на куклу Барби. Красиво? Да. Маленькие такие прикольные. И по тапочке, короче. Прикинь. Тапочки. И сосочку. И всё. И по чём такие сосочки? Ну, ца обычная соска, цептичная соска. А я ещё куплю бипс. Крутую, да? Ну, она, конечно. Дорого стоит. Ну, дорогенько, да. Ну, что ж. У меня малыш тоже не дешёвый, правда? Ну, да. Он же, блин, вообще. Класс. Крутой пацан будет, блин. На тём тижнем уже сейчас хожу. Вчера нашла коляску, кстати, классную, ребята. Очень классную коляску нашла. Только, правда, бушную за 6800. Красивейшую белую коляску. Могу здесь вставить, посмотрите. Ну, в итоге она, как всегда, ну, не как всегда, она попала на аферистов. Сто процентов. Да? Не знаю. Чё ты ссыж об этом говорить? Она не хочет об этом говорить. Я не знаю. Она уже была готова её... Я не могу ручаться конкретно. Она уже была готова её покупать полностью. Я говорю, давай я лучше напишу со своего аккаунта. Написал на этот аккаунт там 13 тысяч подписчиков, ребят. Ну, блин, ни одних комментариев, ничего нету. Одни отзывы. Ну, типа, как всегда. Я пишу, типа, здравствуйте. Я говорю, моя девушка, ну, моя девушка, говорю, писала по поводу, говорю, коляски. Скинул фото. Говорю, у вас наложка, как у вас условия доставки? Нам надо скидывать 1400 гривен. Ну, чтобы вы понимали, где-то 50 баксов. Да, за доставку. Ника начала на меня, короче, обижаться, вот что я там везде вижу обман. Я ей просто объяснил, что уже было одно видео, она, видимо, пропустила, как мою подписчицу обманули с коляской уже раз. А, ты не смотрела, да, аферисты? И, помимо этого, вы, девочки, вы не представляете, сколько мне писали по этому поводу. Подписчиц много писали, которые попали именно на покупки коляски. Я просто уже знаю, к чему, я говорю, не говорю, ну, блин, ну, туда не надо, лучше туда не лезть. Ну, она немножечко пообижалась, пообижалась. Ну, конечно, дело в том, что... Так не купишь, да, если без предоплаты? Мне не надо, чтобы вещь мне нравилась до конца, понимаешь? Ну, и есть коляски красивые, но у меня не йока. Мне надо прям, чтобы я подивилась, и у меня аж в сердце стрельнуло. Я смотрела очень много колясок, и они, ну, нормальные, ну... И это стрельнуло тебе реально? Симпатичные. Но я понимала, что оно не моё, потому что оно у меня не стреляет. Я всегда чувствую, когда оно у меня стреляет. И тут я дивлюсь эту белую коляску, и у меня прям вот так мерехтить перед глазами. У меня вот так уже единороги радуга. Я понимаю, что это прям моя коляска. Прям всё, я её хочу, я её готова забрать прямо сейчас. Воно мне всё, срочно надо. И, ну, дуже грустно, я дуже расстроилась. В том, что она согласна, чтобы я приехал забрал самому вывозом по адресу, но она сразу после этого, я говорю, да, хорошо, говорю, я сейчас свою аудиторию попрошу, кто именно с этого города, чтобы кто-то приехал забрал. Она говорит, ну, только давайте побыстрее, потому что я её вот уже могу продать. То есть аферист всегда не даёт время лоху, запомните. Лоху никогда не дают время, всегда торопят. Быстро, 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 чтобы ты не успел одуматься. То есть тебе не дают время на обдумывание. Так всегда было, запомните, если вас торопят. То есть я же говорил Нике, там, и она мне пишет, ой, коляску уж там могут забрать, уже надо что-то думать. Вот для таких, как мы, люди, вот нас так и подбивают, чтобы вы понимали. Быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо, будьте внимательны. Ну, было бы круто, если бы в Каменной Подольске. Если кто-то, ребята, есть? Да всё, я уже всё опишу. Её уже нету, да? Её уже забрали, да? Да. Да? Ника, ну ты, я ещё ещё раз говорю. У неё аккаунт с колясками, это не очередь за самой вкусной колбасой. Понимаешь, блин? Когда в 100 человек. Там 10 лайков на фотографии, блин, ни одного комментария, блин. И просто не расстраивайся, я хочу тебе сказать, что это просто лохотрон. Но вот такой лохотрон всегда портит. А чего нельзя? Не можно, там же ж есть скрины, там же ж есть на некоторых скринах. Ника, например. Можно ж спросить вот это. Хорошо, хорошо. Я тебе сделал предложение сегодня о том, что покупай. Всё, её уже нету. Покупай. Её уже нету. Ника, сейчас она уже есть. Я сейчас ей напишу, ты перечисляешь ей деньги, ты перечисляешь. Но я не буду виноват. Я не хочу никакой коляски, я ничто не хочу. Я не хочу потом... Я и так очень впечатляющая неравноличность, потом меня расстраиваться, не хочу. Потом меня переживать сидеть, чтобы она дошла, чтобы она такая дошла, чтобы она так дошла. Я не хочу брать на себя ответственность. Вообще сейчас ты должен брать на себя ответственность. Мне нервничать, переживай, чтобы ты не обманули на деньги, а потом, если ты мне скинешь эти деньги, чтобы я сама ее купила, потом, если вдруг что-то случится, чтобы я потом плакала, сидела, расстраивалась, что что-то случилось, а ты мне сказал, я же тебе сказал, я так и знал, вот тебе никакой будет уроков, но я не хочу, не хочу расстраиваться. Окей, все, я сам буду туда искать тебе раску. Договорились. Ты находишь уродские коляски. Я тебе сказала... Ну как так нужно? Ну я тебе скажу правду, смысл было мне кидать в сироту, уродка, уродка, просто кошмарно. Уродка, коляска и голубая, когда я тебе сказала, что я хочу белую или что. Я не видел, что это голубая. У меня был затемненный экран очень сильно на айфоне, отвечаю. И я только проснулся. А сирую ты тоже не видишь? Серенькую я видел, беленькую, с серенькими вставочками. Я думал, можно покатить. Ну в общем, ладно, надо выбирать коляску. Надо ехать в Черкасов Мазин. Да, или брать просто в магазине и все. Посмотреться на фирмовые вещи. У нас тут в городе уже нема такого, что заходь туда... А я не тяну уже на фирменные вещи. У меня с деньгами проблемы огромные. Да, ребята, реально уже все. Работы нет, без работы остался. Вы же знаете, все, Ютуб подключил монетизацию. А я так хотела соску бипса. На самом деле, что у нас очень большие проблемы с деньгами, чтобы вы понимали. Всех тех, кто занимался блогерством сейчас. Возможно, вам этого не скажут, но проблемы ощутимые и мы остались вообще без дохода. И те видео, которые мы выпускаем, мы практически вообще ничего не получаем. То есть там на мороженое только можно кушать. А на жизнь, ну уже нет. То есть то, что было раньше, как я покупал там айфоны, айпады, макбуки по несколько штук. Мог там машины менять себе. Чтобы вы понимали, уже позволить это невозможно. Так как война вкоснулась каждого. Я вот и Нике объяснял, что ну реально все. То есть там, как был там Женя Павлюченко раньше, блин, то уже на канале Видеобэйби. Того уже достатка не вернуть. То есть уже нет ни тех бюджетов, ни той жизни сладкой, которая как бы казалась, да, была хорошая. Сейчас все нормально, сложно. И приходится, возможно, сейчас искать новые пути, варианты заработка. Чтобы вы понимали. И прикиньте, как вот сейчас Ника там рожать ей скоро вот-вот на август месяц. Ну, в общем, осталось совсем чуть-чуть. То есть двое детей и, ну, надо как-то сейчас мне шевелиться. Вот в чем задача. На самом деле все сложно, чтобы вы понимали. А Ника же понимает это или Ника не понимает? Ника вся прекрасно понимает. Ты просто делаешь, что она понимает. Ну, ты реально понимаешь ситуацию? Или ты думаешь, что я прибедняюсь? Ну, я правду, я тебе правду спрашиваю. Я тебя спрашиваю правду, как ты считаешь? А я в тебе прошу веки с деньгами. Нет, я не этого, я просто, как ты считаешь? В действительности изменилось что-то, видно, что... Конечно, видно. По всему войну, не только по тебе. Угу. Ребята, во всем ударили. И ютуберы уже все. Да, блогеры, что-то я смотрю... Закончилась ваша эра блогерства. Ха-ха-ха. Прикинь. Вау, что ж, ничего не вечно. Да. Закончилась, это правда. Ты правильно говоришь. Закончилась эра блогерства. То есть надо придумывать много, теперь все. Да, видите, человек со стороны, она и то видит, уже понимает. Ну, конечно, как раньше Женя на ценнички не дивился, брал та-та-та, а теперь кажется, нет. Нет. А цей хлеб дорогий, надо брать только такой. Прикинь, если я уже чай, один пакетик на две чашки, короче. А, да. Раньше у меня мама бере, ну, цей чайный пакетик в заварничок. Мы там той чайный пакетик три дня пьем. Да? А Женя, конечно. А Женя чайный пакетик все выбросил. Чайный пакетик все выбросил. Да, я только сделал чай и выкинул сразу новый. А теперь, Женя, наверно не выброси и положи в стаканчик. Будем доверять. Да, я в стаканчик теперь ложу. Да, ребят, на самом деле мне не стыдно это говорить. На самом деле очень сложно. Очень, очень сложно сейчас жить. Я работу, можно сказать, я потерял. На самом деле я потерял работу. Все сложно, но буду как-то выпутываться отсюда. Руки не надо. Руки не надо. Ну, блин, ну это ж надо это. Ну, в одни таки же хватает, а в одни таки нынче тоже нынче стоят. Ну, ничего, ну это ж как бы такое надо. Зато тут купил тебе и себя в чем-то сейчас, ну, буду пить кока-колу. Да, кока-кола? Так это ж все нормально. Ой, кока-кола. Не кока-колу. Ну, это я так говорю. Давай поделюсь с тобой. Половинка тебе пакетик. Не-не, спасибо. Не-не, не надо. То зачем? Я ж тебе привез это. Так а как это? Я ж не хочу, чтобы ты это делал, то что ты показываешь. Ничего, я похудею чуть-чуть. Потому что я привык булочки есть. Сейчас же в основном ничего не ем. Я булки, булки, булки ем. На, на, я тебе открыю велику тайну. На пиве тоже хорошо попоробляется. Ну, не меньше чем на нью. Я тебе скажу, что я не часто пью. Так что вот так вот. О! Пузико. Пузико. Это ты так надула? Там тяжелая, конечно. Пузико. Вот это ты надула. Девочки, кто может надуть такое пузо? Такая пуза может надуть к Жене. Ну, ну ладно. Да. Ну, что ты такое расскажешь? Зачем ты меня так вот это? Маленький наш сынок тут. Имя еще не придумали. В тебе я даже знаю уже, как это мима в голове крутится. Какое? Ну давай. Я думаю, что ты его даже даже не знаешь. Давай, давай. Какое? Ну, какое? Ну, скажи как? Ну, скажи как? Турок, блин. Успокойся. Ну, я как? Ну, амирчик маленький. Амирчик Zaraic. Амир красивое имя. Амирчик Zaraic. Амир красивое имя. Амир красивое имя. Я не знаю. Тебе какое нравится? Тобе понравится? Why does that like you? Ты знаешь из всех? но мой сын нет нет мир просто со словом мир он всегда будет мирно пузико нет эрик это славянское выжить и такие ножки худенькие вообще слушай худенький животик это какая неделя поделись 13 числа начнется 22 неделя через три дня хлопец мне мама говорит что он уже должен бандеровец росте нацик нацик росте да это бандеровец маленький блин по любому який будет ести людей а вообще да как кашут во время когда или перед тем как начинется война или когда война якось вселенная цичует и посылает мальчиков что беременеет именно мальчик да это маленький бандеровец будет я же тебе говорю маленький бандеровец он именно нацик маленький нацик живет ну так же говорят на нас то лишь те говорю папа бандеровец и и сын будет бандеровец а мама тут и причем есть ли что мама лася украинка точно смотрите что она мне в машине наделала это так это вероника вероники только может быть сахар и куча бума грязь машины не позволяю чтобы меня такое было смотрите куски конфеты да да это вырежем ты должна быть плохая да я шучу ты что ты никогда не показываешь когда я мыю туалет на коленах боже ты вот и видишь ты знаешь чем ты хороший человек вот другая девочка никогда бы не сказала никогда в жизни не показывай не снимайте мой туалет а ты именно вот почему ты не снимешь вот в этом плане ты я тебе говорю ты ты молодец серьезно работа в она нужна и каждой профессией какая каждая 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 щас заслышится хорошо окей ну тут и подъезд все я ребят я же не знал просто дивники вообще подъезд все вот здесь да да так и дивайся ты вот так я вот так я сейчас просто так по кругу не если вот так вот сейчас по кругу выйдет а то я здесь разверну все я тут развернусь все нормально да извините все спасибо давай все ребят ника пошла домой я еду тоже она не смогла к сожалению не смогла к сожалению приехать со мной поехать домой потому что ей завтра в больницу